В республиканской филармонии Карачаева-Черкесии полный аншлаг. На концерт знаменитого московского театра мимики и жеста приехали и зрители из соседних регионов. Перед началом представления в зале стоит непривычная тишина, несмотря на такое большое количество людей и на то, что почти все они разговаривают. Но даже имеющие уши их не услышит, ведь эти зрители, впрочем, как и приехавшие артисты, с ограниченными возможностями слуха, но с безграничными талантами. Это та категория, которая нуждается в нашей заботе и поддержке. К сожалению, из-за ковидных ограничений не всегда удавалось нам уделить соответствующее внимание этой категории граждан. Ну и кроме того, мы знали, что это первый в мире и единственный в Российской Федерации вот такой знаковый театр, который отличается особым мастерством, профессионализмом. И хотелось, чтобы они нас поздравили, а наши коллеги имели возможность любоваться их мастерством. Московский театр мимики и жеста – это первый в мире и на сегодняшний день единственный в России профессиональный театр глухих актеров. Он был образован в 1963 году и вот-вот отметит 60-летний юбилей. Руководителю труппы от республики юбиляра вручил благодарность министр труда и социального развития КЧР. Наши актеры здесь не были, вот именно на земле города Черкеска, отмечая 60-летие своего театра. Поэтому мы решили сюда приехать, так как республика отмечает столетие. И мы решили своими талантами удивить ваш народ. Но я думаю, на долгие-долгие годы наша дружба продолжится. Надеюсь, им понравится. И в дальнейшем все должны получить огромное удовлетворение. Руководитель Московского театра мимики и жеста Роберт Фомин работает в нем уже более 20 лет. Но не только как директор и функционер. Он еще и прекрасный режиссер и по совместительству актер театра, искренне влюбленный в свою творческую профессию. Очень рады нашей встрече, нас сегодня собрала музыка. И улыбайся, пусть услышат небеса наши голоса. Голоса глухонемых актеров могут услышать только такие же зрители. Они звучали в пластике, танцах и миниатюрах с интересными диалогами на языке жестов. Как правило, сурдопереводчик доносит смысл того, что не может быть услышано. В данном случае все было наоборот. Перевод озвучивал то, что было абсолютно понятно основной массе зрителей, но не людям с нормальным слухом. Впрочем, на сцене был представлен и жанр пантомимы, который понятен всем. Слабослышащие и глухонемые испытывают те же эмоции, имеют чувство юмора и такие же понятия добра и зла, как и все остальные люди. Вот только описывают все это они своим уникальным языком. Особенно трогательно и со стороны может показаться как-то по-детски звучат их бурные аплодисменты. Руслан Альботов, Андрей Дорошенко. Итоги недели.